Друзья, всем привет! На связи Лена, визажист, и сегодня мы с вами поговорим про сияние. Сияние кожи не только лица, но и тела. И, наверное, гвоздем нашей с вами программы будет жидкий хайлайтер Enigma. Это жидкое средство с мелкодисперсными, красивыми, переливающимися, сияющими частичками, которые очень деликатно и красиво создают свечение. Вообще, светоотражение — это один из важных показателей молодости кожи. Поэтому же молодой девушки, молодого парня, она очень здорово преломляет свет, и лицо выглядит сияющим. Но для того, чтобы усиливать этот эффект, мы можем соединять тональное средство вместе с жидким хайлайтером и таким образом усиливать сияние кожи. Давайте попробуем, проэкспериментируем. У меня сейчас на лице нет никакого средства. Я возьму свой любимый крем тонирующий и добавлю несколько капель, несколько порций жидкого хайлайтера. Смешиваю прямо на руке. У нас получается такая вот красивая жидкая текстура. И наношу не только по выступающим частям, а на все лицо. Прямо пальчиками. Несу специально на одну часть лица, чтобы вы видели, как отличаются. Итак, мы видим, как тональное средство сделало свою работу и выровняло полностью цвет лица. Привело все цветовые нюансы к общему знаменателю. Но помимо этого кожа выглядит холеный, такой дорогой и красивый по сравнению с ненакрашенной частью за счет как раз-таки вот этого прекрасного светоотражения. Да, у меня здесь такой хороший свет стоит профессиональный. Поэтому давайте понимать, что, конечно же, сияние усиливается. Но это на самом деле очень красивый эффект. И кажется, что на этой стороне лицо более, скажем, такое подтянутое, более красивое и холеное. Другую часть лица давайте все-таки тоже смешаем тональное средство с небольшим количеством хайлайтера и будем наслаждаться эффектом. Если мы с вами хотим поработать еще над кожей, шеей и декольте, то мы с вами можем сделать следующую манипуляцию. Можно соединить крем для тела с небольшим количеством хайлайтера. Зачем мы это делаем? Почему мы не наносим сразу же хайлайтер на тело? На самом деле можем. Если ваша кожа достаточно увлажненная, то в целом вы можете сразу же наносить жидкий хайлайтер на тело. Но я пока сейчас прощупывала, скажем так, свою шею и декольте, поняла, что все-таки дополнительное увлажнение нужно. Я даже добавлю немножко тона, чтобы сравнять тон лица и шеи, скажем так, в один цветовой посыл. Вы можете всегда даже просто обычный крем для лица смешивать с хайлайтером, если не хочется совершенно, да, никакого эффекта тонирования, но хочется вот этого вот свежести, сияния. Меликатно, очень мягко и красиво. Что можно еще сделать с помощью жидкого хайлайтера? Светить взгляд и открыть его, если нанесем средство на подвижные веки. Здесь уже нам не нужно ни с чем его смешивать, хотя если у вас есть жидкие тени, любого оттенка абсолютно, вы также можете их вместе соединить и сделать этот эффект более такого свежего, открытого и красивого взгляда. Конечно же, по выдающимся частям лица еще можно нанести хайлайтер. Вообще, такие сияющие макияжи очень здорово смотрят на загорелой кожи, поэтому вооружайтесь знаниями, чтобы сиять на пляже и на прекрасных летних вечеринках. Брови карандашом и бесцветным гелем, тональное средство в сочетании с жидким хайлайтером, также хайлайтер на выдающиеся части скул и подвижные века и крем обычный для лица, либо для тела, соединенный с жидким хайлайтером, нанесенный на шею и декольте. Все смотрится очень гармонично, подсвечено и красиво. Я даже хочу сказать, что вы можете такой макияж рассмотреть как альтернативы свадебному. Такой вот легкий, сияющий, холеный и очень красивый. В эфире принимали участие тональное средство Экспиральта, а также жидкий хайлайтер Энигма и любой ваш любимый крем для лица, либо любимый крем для тела. Всем сияющих дней, прекрасных улыбок, шикарных эмоций и всего-всего доброго. Пока-пока, увидимся в новых видео.